что-то вот здесь 8 битная здесь не 16 битную картинка то есть мы начали современного индиарт платформера там смотрели ненароком 64 битный трехмерный платформер потом 16 битный скролл-шутер да я понял по я понял что это метро и 2 не я понял это по иконке с изображением сильно пикселизированного человечка скафандры что это метро и 2 не я конечно мог всю ночь стримить бы платформер про время мне понравился он я бы всего не прошел с удовольствием но окей дайте счету посмотрим полчасика как это стирается ли как эта игра называется да как вот по отображению пикселизированная часть как в скафандре понятно что это метро и 2 нет тут сейвы также создаются ну да это метро и нелюбимой мной метро и днем но мне вот больше всего честно говоря понравился за платформер несмотря на всю ужасность его сюжета там очень интересная для меня именно механика ну и про робота клево конечно только пенисы тычинки трудно активировать трудно как и любой сфере жизни трудно дотянуться до пестика а плавать как а плавать-то как что называют инди хуинги недавно вышла environment его environmental station alpha я в нее еще не играл но судя по всему это как раз хороший клон метроида те опять трехпиктерные персонажи а то есть я сейчас не могу плавать такие кей-то метро и 2 не чуваки что нажать оверх ой на боку на боке ахара это похоже это очень хорошую 8 битную игру про безумного кролика и его друзей смесь метроида с баки ахар и даже баки ахара плюс криво прикручено обучение из метроид вани хотя там все строилось на смене персонажей как раз там не скиллы там разные персонажи на было играть но так это баки ахара очень хорошая игра очень битная тоже второе шоу может быть даже третий но все равно клевый кадр до сих пор это валяется отличная штука может быть постримим как нибудь тем склоняюсь или к много контуры или костробою на эмуляторе теперь посмотрим нас пришлось сократить количество ретро стимов средства стримом до одного в неделю потому что стало не хватать времени на все наши стримы на этом уровне вроде даже можно сразу до босса дайте босса тут стать одинаково и просто с разными паттернами ну не знаю мне больше напоминает не метроид мне он больше напоминает мастер бластер ну только место броневика космический корабль и это метроида самые худшие боссы 8 и 16 битной эры метроиде как известно самые тупые и неинтересные как она пролетала в эту подборку с пятью сергейского сколько же вы инди клонов метроида игра играли если вы даже эту прошли до 3 волосы с нас help и опасно для здоровья в конце концов а ну окей ассистем плейл это же есть и моя игрушка ими на полстришними ну действительно арт-дизайнерами шоу на это по и вот этих выходить прыжок только один и на нефиксирована длину то есть нельзя регулировать за ту прыжка десяток наберется наверное если хотите полностью пройти одну игру в жизни пройдите кейс фори можно на вот постримить сколько мне про нее рассказывают на полное говно корень за блайн форест абсолютно ужасный платформер со скверно сделанными уровнями ужасной анимации главного героя играйте у лимба там все клево более неестественно анимации вот обезьяны были я не видел в одной игре да очень плохо нарисован просто блин поближе подходить и тогда пройдут выстрелы а нет все равно проблему быстро как от них уклоняться либо подходить так ну вот можно просто заранее прыгать тогда он стреляет мимо да гоками ли то же самое херня просто очень 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 плохо сделаны игры да не перепрыгивать на просто прыгать заранее и тогда он стреляет в воздух вот так вот когда он преподает это значит вот так и я сейчас попрыгну и всякие а он ноги а да когда он преподает земли на просто бежать да не любая платформенная аркадная игра про которую можно сказать что я ее пробежал не имеет место в нашем стриме конечно конечно я не в курсе и все такое но чем как как корни тем лучше уже по 300 стрелять по 4 все равно я убью а вот когда он сжимается это он бежит сейчас он проявить прыгает так на сейчас отвести было заранее подпрыгнуть надо было игра дневки делаются людьми не умеющими делать нормальные игры это не дизайнерский замостил они просто не знают как это делается а вот черт он очень трудно разрешить анимацию бегая и прыжка м как умеет зайки ну попробуем перепутал анимацию так мне опять перепутал анимацию 2 раза подряд сейчас посмотрим какие так это уже а нет что ж такое вот когда он вниз припадает это прыжок когда назад это бег это бег все project black sun попробуйте дэнджерос дэйфа я не люблю дэнджерос дэйфа он слишком для меня быстрый сложный пинг флэт потому что он розовый а а и а а и а и потому что я рода расисты такой так слава таки вот сергей вы говорите что все будут здесь себя так ведут если бы они все были разные то игра была бы неплохая да и дико сложный там ромеровская сложность вообще я смотря полное прохождение непонятно кем надо быть шпал пройти я не люблю такие сложные я люблю игры где нужно не скилла просто тупое запоминание не тупое когда поиск эксплойтов и запоминание паттерна боссов так 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 Чёрт! Чёрт! Ниспро! Хм... Эдриан Кармак использовал мне детство. Босс-бразы и паттерны, причём у нас появится способность прыгать на задний план, но это реально... Это реально пройти без неё. Да, это последняя игра, потому что там ещё Drive Club, я его не стал качать, потому что он... Да, это четвёртая игра на сегодня, можете потом архив посмотреть в других стримах. И Drive Club я не стал качать, потому что, во-первых, там дофига гигабайтов, во-вторых, ну, машинки. Что-то посмотреть. Может, Коля потом как-нибудь пострелит. Сентябрь длинный. Так, сейчас он на середину прыгнет. Сделался немножко столько. Такой миозаковский очень. Эх ты. Не, хороший глаз, мне нравится. Чет. Я чат читал. Ммм. Не напоминает Баки Ахара. Не, почему? Мне нравится. Хороший глаз, интересные паттерны. – Я чат читал. Как обычно. Очень плохо, что не регулирована высота прыжка, но это в играх второго эшелона везде почти. Сергей, вы, кстати, играли в Гаджет? Нет, Гаджет, да, он называется. Лучшая игра Sunsoft и считается вообще лучшей игрой на NES. То есть ее ставят выше Super Mario Bros., выше Contra. Нет, не Гаджет, Гиммик. Гиммик игра называется. Гиммик. Очень крутая игра, я в нее играть не смог, но потрясающее управление просто персонажем. Там такая чувствительность, там скорость движения регулируется, высота прыжка. Возможно, даже лучше, чем Super Mario Bros. во всех частях вместе взятых. Потом там дизайн уровень великолепный, он условный, то есть можно пройти уровни, это по себе не очень сложно, чтобы пройти все собрать и увидеть истинную концовку игры. Там надо выполнять немыслимые практически по сложности задачи, и то есть у игры двойная сложность, Гиммик. И она, по-моему, так никогда официально не была выпущена, по крайней мере, на западе, потому что санцов закрылась. И до сих пор они где-то хотят использовать этого персонажа и со страшной силой трут где-то всюду и за втором, и не позволяют выпустить эту игру ни в одном онлайн-магазине. То есть на эмуляторе попробуйте Гиммик. Возможно, даже мы его постримим. А, вот, Сергей Гиммик понравился внешне, далеко не проходил. Очень напомнил Кирбин. Ну, Кирбин это отвратительный дизайн, совершенно-то вообще худшая игра Nintendo. А Гиммик-то там великолепно сделано все. Музыка там какая, графика, анимация, потрясающая игра. Ну, я тоже далеко не ушел. Ну, сложно. В конце концов. Ну, может быть, я постримим. Так, давайте я убью. Фокус мод. Фокус мод. Фокус мод. А, ставил он в каждую. Фокус мод. А, не угадал. А, я думал, он побежит. Витал Сэмпсон, да, тоже очень хвалят. Он тоже самцов, да, Витал Сэмпсон или нет? Ну, он тоже очень популярная культовая игра, но мне не нравится. Я уж не помню почему, честно говоря. Черт. Не понимаю, как можно быть спокойным. Я больше крысял на этой смолочке. Вы посмотрите, как я в Бладборн играю. 11 часов на боссах. Ну, или бой с Сэмпсон форсом. Топически у нас где-то должен в архиве лежать. Из... Семь форм босса. Надо выучить каждую форму. Ну, и я одну никак не мог выучить там, тигра. И он меня все время убивал. Это было тяжко. Я на него там кричал, ругался. Ну, вот вообще, уяснил человек Завета Миядзаки и сделал босса простым паттерном поведении. Так, давайте я убью. Неправда, там ни одной, ни тоже, там был постепенный прогресс. Сначала меня били все боссы, потом одна, две формы, там три формы, две, потом одна, потом ни одной, потом я победил. Черт. Заксан стоит 133 рубля, но есть бесплатная дема до первого босса. Ее хватит, чтобы оценить сложность. Так. А, я думал про нее. Вперед. То есть, наверняка, босс рассчитан на то, что ты берешь какие-то метроидовские скиллы, убиваешь его без всякого напряжения, но ненароком получилось интересно, если драться без скиллов. Я чувствую челлендж. Там набрать десяток жизней перед боем, как обычно бывает, там, у игроков софрон, софтуэр. Вместо того, чтобы победить, честно, ноу хилс, ноу хат, ноу ганс. Ау, вот. Вот сейчас мог убить, сейчас мог убить. Да, я сам я случайно нашел эту зону невидимости от отчаяния буквально. Потому что пистолет там очень-очень легко словить от него. Краба там на одном лайфбаре, на одной, на одном проценте жизни выносить. Вот, наверное, постримим островобоя, там я тоже целиком и прошел. Там есть очень интересный босс по знаком зодиака. Сколько их знаков зодиака? 10-12. У него очень много форм. Не помню, да. Тоже все учить. Черт. Так, ну там оставалось-то 3 выстрела, я перепутал движение. Сейчас сделаем. А, это здесь? Да. Пока платформер 3-го. Не, ну это явно непреднамеренно получился интересный босс. Просто. Если играть правильно, с ним убиваешь раз в первой попытке и ничего интересного. Мы случайно к нему зашли. Как мегамания, когда проходишь с одним пи-шутером, бластером и... Какого еще забывает? Все, главное, смотреть. Можно убить, но надо смотреть. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо черт 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 от аверхова не видели мое прохождение но в архива должно быть там тоже эпический бой с боссом последним я только раз переиграл тарфол это аддона к нему не смогу так вот доктор сконтинью тоже довольно интересно все и тоже можно пользоваться тем же трюком что и против морского ежа в на мне интересно на 2 хп его убить с полным хп любой может черт я хочу с двумя хп его вынести меня осталось до выстрела до этого тот же трюк можно делать что из морским ежом у 7 force отходить можно дальше тогда есть время посмотреть что он делает все дистанция решает смотрите сейчас надо убить две жизни но ты так можно дальше отходишь туда видно что он делает не можно уйти поздновато сообразил конечно не потерял ни ни одной жизни флоу льдс виктория плавание открыл как раз ул как плавать а он превращается в подводную лодку не больше не меньше отдельной кнопкой но это третий эшелон дань 2 но есть клавиши до пока ну но если битах такого добра хватает товар фол даже я с удовольствием поигра хотя платформа беда клавиша не очень люблю там дисмей больше кооператив но одному ты я там бой с боссом был интересный в конце там нафиг каждый раз и сначала переигрывать и континью кончается там коля паша рычали не все такое ой секунду тоже до последнего телепортера на третий эшелон третий мир даже не базальтоваться я не знаю чем сравнить баки ахара но баки ахара все-таки 2 капконовский нет ну капконовский там бюджет повыше солнцов танцов 2 шелон может договорились какой-нибудь такой обскурный но играбельный платформер мастер бластер да наверное сергей как вы согласитесь со сравнением что игра похожа на мастер бластер без танковых уровней никогда не понимал мастер бластер но у многих это любимая любимая игра на всей 8 битной системе библиотеки округом прошло что просто уровень конечно а и выйти еще нельзя прекрасно дать дизайн уровень там сколько дня три его дел там это игру разрабатывал один человек у меня такое ощущение большой фанат метроида и баки ахары мастер бластер мастер бластер мастер бластер я не особо разобрался какая там неочевидная структура мира вроде и метро это вроде и нет то же самое с кит айкорус да кит айкорус тоже культовая игра но я не могу в нее играть дико сложно а на метро это спи легкий если знаю структуру и куда идти больше жизни теряешь не нам платформер как бы он видит сверху понимаете а видит сбоку там этапы машинкой очень интересная гибридная игра и вот здесь картинка как мастер бластер если бы мы видели сбоку а не сверху человечка уровня сюда человечка а не за так он округом прошел но не сейчас майка и другим анивейс так где я нахожусь я по-моему вернулся вообще на другую планету ни с того ни с сего нет как это я не сохранился что ли получается на той планете которой нужно офигенно офигенный дизайн чуваки на сохраняться возможные первыми дороги такое было да вот в этой штуке на сохранится когда мы прилетим на другую планету а а райгар охраняемся конечно же эту игру буду проходить до конца поэтому надо сей выберечь как жениться око и 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 нил джин а есть же какая-то даже в конце концов нёрд нашел какой-то группа спайдермена которая хорошего элы джин кстати это не знаете это американская японская компания американская ладжин что или даже детство маден который начинался кончается к гибрид косывания зельды потом появляются элементы g rpg с рандомными энкаунтерами а потом и вовсе начинается данжен кроллер причем перспективы с гирсов ворбит это плече на какой платформе на нес там еще есть игра про голгофа про кидера ты японского которого соничиба игра в одном из фильмов там тоже много и много жанров в одной игре и это же очень любят пэдзи и не спанк там его стримит регулярно голго секрет эпизод называется голгофа тин фильмы гениальные кстати соничиба и очень малоизвестный первый фильм в израиле снят очень советую найти посмотреть там гениальная стена со снайпером попугайчиком не буду споделить ну про голгофа тин там джин американская фирма голгофа тин и мне последний мультик не понравился мне очень люблю первые два аниме там queen bee голгофа тин по называется великолепно два абсолютно гениальные фильма до колуна саймонт и голгофа тин а вот последний мультсериал мне не очень понравился и мангу я никак не могу найти чтобы почитать нигде нету я очень хочу голгофа тин и найт шейд квест куде и на и не с найт шейд по моему там это не царе дисконтальчик был я не найдет рэп что там секси эротик сын сын все такое секси секси бэйпс найт шейд я не помню вот это чистой воды мастер-бластер вместо машинки потиска это все было раньше метро и на пак почти прошел а а а а а а а а а мне нечем на вашу слуху кликнуть сергеями руки на я потом посмотрю стрим угол кофе тинка вам как такой ваш любимый режим оттуда снайпера помните там сцена где нс можно выстрелить в голову и там мозги вышибает хитмане и там еще девицу надо поцеловать и романсить кубе и бедить так сказать тоже да выгодление с чем вообще уже стираем при подходе а вот сюда можно явно перепрыгнуть как время не дай бродить по второму слою бодискап с автоматическим оружием прострелять же кусту подплывает кому-нибудь стреляет в упор а 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 и а и и а им им платформер задроты в лесу с биром грилл я же говорю что кодиму на послать снимаю деды я зря до внизу оставаться ну гол голгоф один даже не квеста там очень мало квеста там просто последовательность мини-игр фактически с небольшими exploration ставками все как вы любите но там не квестом человечек ходит видит сбоку и говорит с кучей народа на японском clock tower на clock tower тоже не квест все равно хоррор классический все равно британские знакомые так вот теперь все четыре жизни на месте надо качество убить чек-поинтов он принципиально не делать и понимаю только сейф-поинты и то очень редкий и это явно по это либо последний предпоследний уровень где там уже должны быть все скиллы от 1 3 лица со скамбратным интерфейсом там же маник меншин хрестоматийная версия которая сколько я помню дело делал сам рон гилберт на 8 битной версии все круто и и во время стримов регулярно там очень много квеста на самом деле да там есть текстовые квесты есть квесты с применением apg их во время стримов там когда по 24 по 48 часов стриме то я 8 битный игрек обязательно просят по стриме там платят за это деньги а потом там они минут пять тыкают курсором ну то есть крестовины вводишь курсор по экрану до тыкаешь каждый глагол тыкаешь в каждую вещь там чтобы первом итерации скам интерфейсов а в часовой башне по моему нет там он просто неужели там курсором они девочку управляешь не дженнифер коннели узнаваемая квесты сиера вообще все говно кроме полис квест абсолютно не ну и потом гэбриал найт и потом фантас магурия king's quest space quest они вообще не умеет и квест в горе не общей игры не умеет не умели делать тогда до лейджа сьют лэри которая гениальная ну и полис квест 1 гениальная игра полис квест всей серии отлично щет весь меня убивает там курсоры есть на как бы с автоплицирование бог то он на с не на у с несколько помним была мышка к свободе за пермодев там было на пермодев было и king's quest ну там сейвы были space quest напомните как быстро погибаешь окей явно не про нас да это смешно было у паньки эй этот и нынешнюю за ней же тоже с первое я плыву за пиццей всегда любил водные уровни в играх как и все есть люди которые ненавидят ледяные уровни есть люди которые ненавидят водные уровни вот какой категории относитесь у меня с ледяными уровнями все нормально с водными как это люди которые любят beatles и люди которые любят лс опресли можно любить и того и другого но нельзя ой что-то круг нельзя любить их одинаково как говорит ума термон траволти в удаленной сцене из помнешь не снятой сцене из фаб фикшен такие здесь нельзя пройти не не имеем девайса для перескакивания на они можно пойти может до него не любят ледяные уровни водяные ледяные до подводные точнее и ледяные подводные ледяные что больше не любить очень медленно перемещаться и получать всех сторон или просто скользить не вовремя время не так ну да время и все классно там там ледяные уровни классные если помните подгоняйся и летишь сергей зависит от реализации в трехмерных играх от третьего лица водные эпизоды чаще всего боль когда меняет наносение меняет наносение половина кнопок но помните супер mario 64 там было очень приятно плавать хотя там вот кошмарный уровень где водоворот надо было проваливаться но все равно клёво вот гений шигера миодзаки надо же было такую трехмерную игру сделать до сих пор так лучше не сделали по управлению персонажей по камера там помните когда мотивировано движение камера что за тобой тупо летает оператор и держит камеру на палочке на веревочке иногда ему просто некуда поместиться между марио стеной и поэтому начинаются все проблемы такие длинные уровни чекпоинт одинаковый босс сергей был прав хорошо что мы его долго и упорно учились бить правда на босса кто паренек сэкономил паттерн одинаково все черт на веселое скольжение горок на заднице и на пузе кому как нравится все гениально гениальные видяные уровни гениальные вольные гениальные полеты гениальные а вот что он добавил гениальные стрельба с собой из пушки постримить но нинкендо потом так и опять на двух жизнях ноги нинкендо потом будет претензию двигать мэрио 64 могу играть сколько угодно а 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 они что там же не разрешают выкладывать требует там рекламу или как я не помню что это требовали ну можно будет постримить будете не подсказывать где звезды я сколько играю лет в эту игру больше 15 лет точно я до сих пор не могу собрать все звезды да ну пройти могу но собрать все звезды но никак я не помню где даже не знаю в некоторых случаях да я впервые в жизни посмотрел гайд чтобы узнать где там секретный кирпич который активирует кирпичи которые позволяют летать и прочее там он оказался на спорте заднем дворике я нам с призраками так и пытаюсь одновременно читать чат и сражаться боссом будет рекламы видео но по моему там везде рекламы на блока вырезается менять цветовой гаммуре название стрима что это не маривайся он зеленых штанах может поставим почему бы и нет моя сессия фор все надо нам не кино все четыре осваивать там добавлен синус синон пенешмент и панишмент как нравится очень неоцененная игра трежа и у нее офигенный сигнал на у и на вею не поновые шутер полигональными очень крутой рельсовый она все лучше рельсовый шутер из когда-либо создана внутри же фиг не помню проходил его или нет помню нет тесно сюжетно как-то замотивировано что все боссы одинаковые как и дети купы супер марио бро фри я убьем роботы палят неугодные видео даже рамочка вокруг игровой гана прокатывает они ведем по цвету красного комбинезона марио вайна сил бифа файт но какой интерес первый босса я убил на 2 поинта здоровья 1 после убил не не потеряв ни одного поинта здоровья и второго тоже хочу также с пятью жизнями то тут можно общение ухо не уклоняться как мега мы не стреляли заставляй что он тебе сделает и 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 очень хорошее управление а Пошелась. Черт! Аааааааааа... Ааааааа... Очень-очень качественное управление, вот что я могу сказать... Хотя длинная прыжка фиксированная... Как бы управление персонажем настолько отзывчивое, что этого не замечаешь... Очень трудно сделать... Жалко-босс одинаковые все... Если будете снимать Project Black Sun, то я тоже стоит в конец пачки инди-игр запихать... Первый босс там по сложности похож на этого... Ээээ... Да я думаю остробой мы поставим все-таки... Эээ... 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 Взбивать квадратные прожекция? Ааа... Вверх стрелять просто... Спасибо, я не подумал. Правильно. Ошибся. Нет, не попадается, только отходить. Сергей виноват, я бы убил его, а сми Сергей. Целая фолк. Афа. Aspicious beginnings, как когда. Aspicious, very suspicious. Ну, они, в принципе, не мешают, эти квадратики. Так, это я сам. ХП мне тоже не нужно, я хочу убить его на двух жизнях или вообще без потерь. No heals, no guns, no hard. No hard, к сожалению, не отключается. Черт, я сам сейчас догнал угол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ДС я пользовался аптечкой, но в Бладборне я победил в боев боссов без хилов и дак солнце я когда-нибудь буду играть я также буду играть без хода и без бутылочек какой интерес вы смотрите прохождение чувак проходит fallout free без лечения то есть у него истинный лайфбар который отличается от того лайфбара который на экране и если этот лайфбар опустится он не знаю может его уже убили но когда я смотрел еще проходил в ДС первым легкие боссы не надо в втором сложнее по крайней мере до куда я дошел до куда дошел до сифра скинули так он дошел потом пропал я бродил около трех месяцев по библиотеке его искал а в библиотеке то и не было больше этим мое пока знакомство с первой дак солнце закончилось а 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 ну значит вы его не убили его убили фляжки не вы как мегамени где босс убеждаете не вы а оружие того несчастного которого отобрали этот вид оружия фактически сам игрок регулирует сложности по ходу игры но уже мое живое так и дело там где концовки которые зависит от того в кого количество демонов мы превращаемся разработчики приспособлены а вот как раз способность перепрыгнуть надо не план ну что я думаю надоело смотреть не такая плохая игра как он вещал сергей то есть метро это сравнительно мало это просто такой здоровый платформер третьего эшелона с очень длинными уровнями очень однообразными боссами но очень клевым управлением то есть еще один был будет здесь мы еще не закончили или просто теперь дохожу до корабля и все на корабля это пишу и задам и сохранюсь ok ну и на этом наверно сегодня завершим если вам понравилось что-то из этих игр там не знаю grow home не знаю помню кому не понравилось контраст перемоткой the black santa никому не понравилось контраст перемоткой вообще тем не понравилось и всем понравился гроу холм то есть если сентябрь длинный месяц и если что-то понравилось следующий стрим у меня будет понедельник ретро завтра мы либо колем безумного макса стримит у него мы сережей много игр с плохим артом терпим геймплеем да завтра мы сереже что-нибудь построим либо коля будет снимать макса на робот всем понравился кролд кролд лидер потому что он grower not shower буквально после слова растет и не показывает зря растет критические моменты когда нужно и мы заправляли либо тыщинки в пестики либо пестики в тыщинки одной из двух транссексуальные растения бывают наверно так и ну вот эту игру тоже вряд ли кто-то когда-либо меня попросит стримить но тем не менее ну один раз то пройти вырастить растение интересно же паша не понравился робот паша паша что-то еще не любишь небо солнце summer glow детский смех маленьких щенят паша не понравился робот буллл но это герма фрайк гермафродизм немножко не то что и да то есть робота мы еще постримим тогда все кроме савер главу не люблю странно что он собер главу любит ходит скоттинге от мазбе самая как он город волос говорит вспомним тени тени с гулл стори но только оригинал но мне оригинал не нравится офицей харк терпеть не могу за исключением так и по кругу хожу или нет за исключением понятно чего блейда 2 система в видов и смотрите скилл 3 все такое как бэтмене я же объяснял в чем моя проблема с big бэнгом что люди которые двигают американскую науку гений вроде шелдона там отображается как комик релиф а тупая шлюха вид высшее образование пение это то с кем должен ассоциироваться зрителей она считается нормальным человеком они это называется зио дрифта то есть достаточно интересная игра зио дрифта называется очень 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 далеко идти до космического корабля может там был какой-то shark от которого не заметил как эти соков это старбек из мы достали галактика тоже не сильно и чем-то напоминает не маккензи дэвис из холдон кэдж файр ну молодости точнее молодая кэти соков походила на маккензи дэвис нормальная фантазия дина почти китайский и голдед хотя эти титулы дымит слоу герсус номер строго числа в фильм это японский маккевич и дораха стопы и сам в всеми есть это как она называется опять забыл название куплена распродажа и сандры повлияли на мою жизнь все ругали эту игру говорить глупу не надо стриме скучный клон метро и нормальная же игра в самом-то деле чуваки а сергей уже две игры изруга лазарда таймфорс и как она давала сфиксироваться таймфорс супер таймфорс альтера и вот эту помнам так сюда ну вот это очень жестко возвращаться к кораблю конечно бесчеловечно просто причем по тиска потихонечку сносит вниз это же эко the dolphin пошел и по сложности и по скорости если кто любит мастер бластер смело покупать эту игру она такая же хотел сказать азиатские тамура потом последний японскую годзилла сняла в одном башни пошел все тяжкие с баркером очень плохой режиссер я хочу посмотреть такие шмейки его последний фильм строу щилд переснимает америке очень крутой сюжет почти как моя самым моим любимым фильмом всех времен за миши он джонни то 99 года только наоборот там случайно чуваков нанимают телохранителями босса мафии а строу щилд такие шмейки там полицейские должны охранять маньяку убийцу которого хотят убить все в японии микки клёвый одессион ищи за килла ремейк 13 ассасинов я не понял честно говоря ну годзвобу не видел ну и читал он должен был понравится классный же фильм и потом еще у нас пересняли как мяченосец ищи за килла внимание последнее испытание я надеюсь мяченосец может финала города зеро если такой себе оригинал лучше воспринимается оригинал ну и не знаю в чем кассия смежу сергей что вы наделали стал ругать город зеро и получил пулю задниц ну ладно давайте на этой ноте закончим стрим за мишин это лучшие азиатские фильмы наверно все лучшие фильмы с времен он вышел чуть не одновременно the matrix это лучшим джонни то я посмотрела первому джонни то и подумал что это вообще самый гениальный джессер все его и стал смотреть у остальные фильмы они все говно типа excel у него пара хороших фильмов есть петлю гениальнейший фильм про патруль все в одном квартале ночи происходит а а манга еще понятно да мишин там короче для китайцев это все равно что если бы одном фильме у нас снимали дастин хоффман эль пачино генира и кевин спейси то есть там собраны все звезды китайского кино которые вот остались после краха гонконгского кинематографа после того как гонконг отдали коммунистическому китаю они перестали давать деньги на кино то есть упиклили все финансирование всем студиям если студии раздалились кроме мелкий вей джонни то который снимал по два три фильма в год и все крупнейшие китайские звезды того времени собраны в этом фильме то есть там вот актер из хардбола джурнаву который злодея играет который для нас типичный китаец они вовсе зовут там белолицым призраком гвайло потом там молодой актер как он франки ху который снимался в серии культовых фильмов про ки про триаду янг инвишуас или как-то так янг инвайлент она называется потом там толстый китаец который всегда снимается в джоне то другого просто видимо и потом а еще какой-то такой модельной внешности китаец такой мне даже не знаю но тоже очень популярный актер и там очень 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 смешной риф над телохранителем американским там от сцена знаменитая сцена телохранителя где он там чувака оставил позади на очень дико просто смешно выграно и там просто гениальная сцена перестрелки в моле то есть вообще уникальное достижение кинематографа эта сцена и можно поставить там выше любой перестрелки джона у вкручая последнюю перестрелку из хаттбой от последнюю перестрелку из за килла или там любой из перестрелок bullet on the head перестрелка в моле снята смонтирована озвучена какая-то музыка гораздо лучше чем фильмы джона будет вообще как там любая дискуссия культом гонконгском кино начинается от фразы have you seen the most in in the mission то есть найдите вайскринную версию замешанность найдете и посмотрите ну как кентин тарантино говорит что там первые 32 три первые там 30 40 лет жизни смотришь кино оставшийся пишешь по проекту диссертацию в общем диме шин кровь и ну и вот и тактикал патрул юнит патрул тактикал винин как-то так она называется и питью с тем же актером от которой за мишин играет там одного из героев тоже очень хороший фильм все происходит в одну ночь и про патруль коммунистической китайской полиции который там чистит гонконг как гнусных наркоманов там полицейского украли пистолеты как в стрейт-дог когда сознательный поморив такой на одном из лучших фильмов акилы акира курасава и стрейт-дог во первом фильме за японские место встречи изменить нельзя где там бывшего офицера отца серыми фуны карманник в автобусе пройдет пистолет и с помощью совершается преступление ну все давайте тогда до завтра до подкастового встретиться стримов всем большое спасибо что кто высидел как говорится четыре фильма подряд весь был с нами весь марафон всем спасибо всем пока и